ну друзья всем привет короче просмотров уже больше двух миллионов вот совсем недавно помните я делал скрин был миллион просмотров а уже два за два перевалило вот и там уже два часа с лишним 200 я скрин предложил поэтому просмотр растут благодаря вам ребята вот поэтому подписывайтесь смотрите комментируйте продвигайте канал видос и так далее вот и я думаю скоро мы что-нибудь с вами разыграем там фильтра масла или я так думаю может быть масляный насос разыграть которым я маску откачу на нем именно мой а такой же только новый на зоне сейчас я подумаю что как лучше сделать и посмотрим как разыграть все на этом видос короче начинается ну пока нечего ребята снимать семья болеет все за болели все слегли короче вот принципе пока новостей нормальных нету погода дожди снега нету дожди плюсовая там плюс 1 0 плюс 1 такая слякость короче сейчас я короче гаражом повозя пусть на снимаю вам ассорти видосы всяких ну и приятного просмотра ребята еще бардак в гараже блять просто не знаю что делать куда все это выбрасывать вроде посмотришь канистру блять нужна до пригодится вот так все откладывается вроде нужно пригодится пригодится откладываешь нет бы всем нахуй выкинуть и забыть про это как страшный сон вроде все постоянно что-то откладываешь откладывающего то купится и не знаю же вот этот тачанку блин вроде она нужна мусора вожу чтобы тяжело не понимать блять ее хранить тоже опять нужно вот так и в итоге что даже не знаю ребята кстати тряпочку еще 2 осталось запасная так я на и стала с одной полюситорой как сейчас машину надо сейчас зима холод собачий ворот короче пока нету я наверно приобрету сюда куплю на виду нашел там произнос есть кто-то производит эти брезенты тента как организовать вот эти тряпочная может потеплее немножко будет понятно что будет холодно но хоть как-то немножко надо гараж чуть-чуть утеплить чтобы машину стоять и здесь если что-то ковыряться там масло менять туда-сюда вот гараж маленький очень неудобно очень мало было конечно место вот диван с дома выкинула ну как не выкинула этом ну как бы его выкинули но я думаю может быть гараж вот сюда поставить час вот сюда хочу его поставить диван стол тоже мешает вроде стол нужен и не нужен и не знаю короче что теперь делать здесь конечно сквозняк дверь сам видеть какая просто гуляй ветер да сейчас я ее хочу сейчас я наверное сделаю так диван попробую собрать он сломанный вот его ну как-нибудь попробую там он чет прикрутить там как смогу соберу поставлю сюда стол по месту посмотрим можешь куда он встанет не встанет вот потом колеса надо выкинуть на улицу туда убрать сарайчик там все по максимуму постараюсь как-то убрать надо меч обжечь и сдать коробку эту выкинуть циркулярку отдать честь у него брал когда строил гараж вот хотел обшить а кто-то звонит не знаю кто 986 от не наш не местный отменить вот хотел этот подшить потолок но надо сюда еще пленку пару изоляцию пришить тоже не вариант но с такими воротами здесь тепло не будет ворота на не буду сам варить на будущий год какие-нибудь там из проф трубы тоненькие сварю чисто так чтобы этот но посмотрим вот короче как то так ребята в принципе все больше вариантов я даже не знаю что тут придумать буду час потихонечку вербля вроде ток убрался чисто было опять хлам этот частном доме он без конца и меня бесит то что вот это все вроде надо надо куда это все складывать я даже не понимаю постоянно тот срач и даже не знаю что делать не надо был знал бы что я гараж тут буду строить из вообще бы тамбур бы не делал просто дверь из гаража была бы сразу и все и выход теперь вот эта стена мешает чтобы если бы не эта стена то у меня гараж был бы буквально метров ну допустим четыре с половиной наверное около пяти да и длина 6 уже было бы нормально так как здесь тамбур вот этот сюда дверь надо вставлять потому что все эти масло бензин идет сюда там вон тоже стоит короче как-то так ладно ребята сейчас буду возиться убираться и может быть что-то выкину половину ну все вот так убрался сейчас все выкину на телефон чуть дергать вообще умирать стал вот для машину места хватит диван я выкинул нафиг не стал я его здесь короче складировать сейчас заеду защиту поставлю ну на зиму и вот так немножечко мало места но потом вот кирпичи кому-нибудь отдам или продам или кто-нибудь может заберет кому надо будет как-то так уже чуть-чуть там на 12 сантиметров пошире будет и вот здесь опалубку на будет спилить потом и его давила ты ее поддолбить вырунится в принципе вот как-то так но здесь я еще сейчас приберусь бардак вот эту беру такие дела рыбать но вот так машина входит по бокам по бокам принципе нормально давайте ребят проверим все четко да видите ну принципе что дает и что дает ли на раме никакой не остановился все нормально линии в линии ребят идет давайте догоню скажет блять не довел но если на протяжении уже такой линии не разбегали не разбежались они уже не разбегутся все линии в линии так ребята сейчас начну серию экспериментов будем замораживать масла как шаши шарики найду поищи где-то у меня были шарики ну короче не буду снимать ребята холодно ну короче залью сюда x pro 2 в одну пробирку x pro 15 в 35 в 30 лет короче соберу всякие масла снимать я уж не буду рядом поверите на нас это еще шарики туда-сюда и здесь у меня еще остатки есть на донышке я думаю наберу наберется там проверка сейчас прям поставлю стекет стекет у меня где-то x pro 2 вот в такой пробирки на ли ты сейчас я поищу сейчас посмотрим так ну все ребята короче это я вас просто в известность ставлю скоро будем мороз замораживать это чей за мочу за мотор тильдор чей солярис сколько пробег 500 это который желтый что ли так все снял короче хочу ребята на зиму закрыть эту дверь вот остатки пеноплекса десятка у меня есть вот так воткнул щели под пене всю дверь завожу на зиму потому чтобы не так дуло вот и потом уже останется ворота на ворота я говорю брезентом будет закрывать пока как-нибудь хоть как как никак я думаю будет потеплее сейчас буду пенить я делаю заподлицо шипа все обстоятельства очищение обоих но все запенил вот я пенил сделал сейчас только стыки запенить осталось и будет я думаю же сеттернат лично пистолетов плохие остались все нет нормально что-то этот мишку дам а вот он пистолет еще Не надо, не трогать. О, это же так по лицепия, да? Не дай бог. Пистолет по 1000 с лишним дней пропадают. Пистолет по 1000 с лишним дней пропадают. Пистолет по 1000 с лишним дней пропадают. Парни, вот включение. Пока туда-сюда возился с гаражом. Ну, для вас это один ролик, для меня это неделя и больше. Ну, я убрался-то сразу, а вот посылка шла туда-сюда. Так, прислал ее подписчик. Спасибо тебе, Алексей, большое. Он мне написал, что у нее есть гайки для колес. Вот, он мне положил там гайки и еще что-то. Сейчас посмотрим, что. Так, вот ее скрипит. Я с этой стороны, но чтоб там фамилия или нет, кто не видел. Так же, Алексей мне написал в WhatsApp, списались. И он мне еще передал 1000 рублей на помощь, ну, каналу, на мотивацию, чтобы я продолжал снимать ролики. Потому что, знаете, что YouTube не приносит ничего. Приходится крутить, свертеться. По-саме, понимаете, жена ревет без конца. Ролики, время проводишь туда-сюда. А вот, выхода никакого, поэтому я уж и говорю, все по YouTube приносит туда-сюда. Лишь, каналы помогают. Приходится, ей давать. Ну, сами понимаете, это даже. Так, ребята, офигеть. Нифига себе. Нифига себе здесь еще только нет. Так, ну, по порядку. Спасибо еще раз большое тебе, Леха. Так, это он, скорее всего, мне положил гайки. Офига, они новые вообще трубаниши. Обалдеть, обалдеть. Просто нульцевые. Леха, спасибо большое. 20 болтов здесь. Точнее, гаек. Круть, круть. Я тогда на этих откатаю, а вот эти новые уже поставлю, скорее всего, весной с литьем. Они очень классные, новые. Ну, сами понимаете, только здесь баба подошла, потому что он мне говорил, что у него Toyota. Ну, я так думаю, подойдет. А вот он прислал мне свечи, ребята. Свечи на Toyota. Не на мою, а на Toyota. И эти свечи, ребята, пойдут дензо, офигеть. Эти свечи, ребята, пойдут на благотворительность. Тот, кто нуждается у меня в свечах, эти свечи я ему поставлю бесплатно, так как Алексей передал. Он говорит, ты, ну, типа, делаешь добро, там, помогаешь людям. Вот. Кому, говорит, они понадобятся, мало ли что, там, приедет машина или еще кто-то. И я эти свечи человеку подарю. Блин, жалко, не на мою подходит, да? Обалдеть, дензо. Вот вам Toyota, оригинал, да? Переплата за Toyota. Но внутри будет лежать дензо, либо NGK, с кем договор у них. Поэтому частичка добра от Алексея кому-то перейдет. Обалдеть. Четыре свечи. Блин, крутяк, крутяк. Спасибо большое еще раз. Так, следующее. Быстрый сталь. Еще что-то положил мне вообще. Какой он быстро? Он посылку отправил. Я не успел ему написать адрес. 5 секунд у него как будто почта находится в его подъезде. 5 секунд у него уже. У меня приходит оповещение, что вам посылка отправлена. Вообще, очень быстро. Так, быстро сталь. Ну, в частном доме, я думаю, куда-то это что-то пригодится. Универсальный пакси... А, эпоксидный шлейф, вошлевка, быстро сменився. Ну, для труб, для отопления. Надеюсь, никаких у меня протечей не будет, и она не пригодится. Но, мало ли что, как говорится, пускай и будет. Спасибо большое еще раз. Надо потом почитать, как ей пользоваться. Вот. И какой-то тут наборчик, ребята. Блин, вообще труба. Офигеть. Офигеть. Это ключи, ребята. Ключи, как раньше у нас в детстве были. Помните, такие все ключи? Офигеть, классно. Ну, как раньше, помните? У меня постоянно был 17-19. Самый любимый, самый ходовой один ключ. Блин, они вот и порой так нужны, так удобны, такие. Блин, вообще зачет. 14-17, да? Ну, вот, пожалуйста, сразу один ключ. Вот все написано. Вот ключики. Еще раз, огромная благодарочка. 6, 7, 8, 10, 10, 12, 12, 13, 14, все 17-19, 12, 12. Очень круто. Ну, в ремонте нам, ребята, пригодится. Вот фирма. Торвик. Торвик или Торвик, не знаю. Ну, Торвик, наверное. Набор ключей. Очень круто. Спасибо тебе большое, Леха, за тысячу, за вот эти все подгоны. Очень круто. Очень вообще. А мы с ним договорились на гайки. Он говорит, ну, гайки, я говорю, ну, если тебе не накладно, там скажешь, что перевод туда-сюда, я там отправлю. Вот, ну. И потом смотрю, посылка, 3 килограмма, 100 грамм. Я им пишу, что ты там накидал, гайки-то весит, грамм 200, наверное. Ну, я тебя, да, еще положил там, и вот, 3 килограмма тут посылки накидал. От души спасибо огромное. Еще раз. Вот такие дела, ребята. Вот такие, друзья, подписчики. Красавчики. Вот скрин я, конечно, провожу, что мне еще 1000 переводил на подгон канала. Все, спасибо тебе, Алексей. Вот, много кто что присылает, ребята. Всем спасибо за помощь. Много переводок. Кто там на резину скидывал, Саша Транзит Про скидывал, ключи и отвертки мне здесь все присылал. Вот они у меня лежат, его. Так что, все, ребята, в деле пригодится. Все, ребята, благодарочка вам огромная. Дай бог вам, ребята, всем здоровья и крепкого. Так, ребята, пора, как говорится, пыль закончилась. На Гранди поменяли фильтр. Надо поменять и на... И на нашей... Уходит, да, на нашей... Малышечка. Ключи надо сдать. Это не мои, надо дюймитру отдать мне. Так, а где мой воздушный фильтр? Я так и не понял. Так, салон не понимает, да? Так, вот, салонник Мазда мой, да? Это воздушный на ВАЗ. Это масляный. Так, вот этот, наверное. Салонник я поменяю. На, вот Мазда мой воздушный. А салонный я поменяю чуть попозже, когда снег будет. Потому что я его менял совсем недавно. Пускай подзабьется побольше. Все, ребята. Пойдемте поменяем. Пускай тачку. Так, давайте сейчас по-быстрому снимем фильтр. По-быстренькому. Промою корпус. Ну, относительно сейчас глянем, что это, как. Я на ДМРВС важен. Да, ФРАД чистый абсолютно прям. Ну, просто чистый. Тебе не автоваз, где постоянно масло собрасывает. Вот, видите, да? Гофра просто идеально сухая. Получается, картерные газы проходят. Вот он. Чисто. Мотор абсолютно не засирается. Ничего, ребят. Не происходит. Заслонка. Абсолютно чисто. Как тот раз промыл. Раз, азелитом. Видите? Абсолютно чистенько вообще. Значит, у нас от 0 вообще идеально работает, да? Давайте проверим. Сейчас этот снимем. Как вы снимаетесь-то здесь? Смотрим. Фильтр абсолютно чистый. Здесь все чистое. Ничего не задувает, как вы смотрели, три корейца, что типа пропускает фильтр, грязь подсасывает. Вот, смотрите. Абсолютно идеальный чистый салонный фильтр. Вот пыль, когда ходит, вот она. Вот она, когда ходит до сюда, и все, до мембраны дальше не проходит. Поэтому там, там. Но фильтр, я бы сказал, еще в очень хорошем состоянии. Очень. Ну, есть, конечно, там какие-то вон перья. Пух, да? Но фильтр просто... Не, ну там есть внутри, да, мусор. Конечно, ребята, есть там вот эти. Ну да, там, если приглядывать, сейчас я включу вам вспышку. Че нравятся фильтры? Очень толстые вот этот, как правильно сказать, мембранчики. Ну, вот этот, блядь, как гармошка, что ли. Короче, очень толстый материал. Очень плотный. Прям очень качественный. Фильтр отработал, ребята, на все стока, говорится. Просто идеально. Сюда ничего внутрь не пропустил. Абсолютно ни одной мусорники. Хоть условия у нас в России, сами понимаете. Очень жесткий. Вот, видите, как песка остается. Не пропускает. И все останавливает. Поэтому все просто чики-чики, ребята. Так, все, сейчас меняю фильтр. Блин, ну да. Вот стоит 500 рублей, да? На нем экономить или там ставите вы за полторы тысячи ман. Да я лучше три раза, блядь, поменяю фильтр. Три раза, да? Все, вообще абсолютно ничего не пропускает. Все чистенько, ребята. Да, все, будьте спокойны. То, что вам там показали. Трикорейцы, мука ушла куда-то, там еще что-то. Там, я говорю, там можно вот тут пережать немножко, задеть, просто человеческий фактор допустить. И все. Так, ладненько, ребятушки. Сейчас я промою чуть-чуть, ну, дроссель и поменяю фильтр. Так, вот я нажал педаль. Ну, там относительно, ребята, все чисто. Относительно вообще. Блядь, средства у меня нет. Кончилось, средства нет. Также вот промыл дроссель. Ой, этот, да, МРВ, датчик. Ну, для профилактики он был чистый. Ну, вот так, специальным средством вот этим промыл. Вот, чистенький. Для профилактики хуже, ребята, не будет. ornadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadeadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadiadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Сейчас протри ветер. Продолжение следует. Продолжение следует. Но если по-английски, то качество прям очень достойное. Ребята, прям очень понравилось. Не нужен никакой оригинал. Все здесь прям добротенько. Ну да, пока белый, новый не взял, уже грязный. Пока чистый в руках не подержал, уже серенький. Ну, блин, проехал нормально, пол лет на нем. Так. Так. Так, еще и бросим. Так, думаю, да, заодно. Так, ставлю корпус. Еще раз показываю. Все, и защелкиваю. Да, батарейка садится. Вот эти скобки поджимать надо. Со временем они ослабляют и плохо прижимают. Поэтому, учтите. У меня они сжаты. Вот это слабо. Это слабо. Значит, надо поджать. Так. Еще раз. Отбросили все. Промыли, протерли. Все чистенько. Резинка абсолютно чистая, гофра. Проблем никаких нет. Резинка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...